Всем привет! Как меня видно? Слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Дайте обратную связь. Ребята, меня видно? Слышно? Хорошо. Одно «да». Видно? Слышно? Отлично. Так, давайте я начну. У нас 20.01. Кто не знает, меня зовут Инна Пунегова. Я спикер компании Virex. Пару слов об этой компании. Это мультикриптовалютная платформа, слоган которой – хранение, примножение и обмен ваших цифровых активов. В рамках хранения Virex предлагает хранить фиатные деньги и 15 цифровых активов. Не все из них, можно сказать, что это криптовалюты. Фиатные – это рубль, евро, доллар. Ну и те криптовалюты, которые вы можете увидеть у них в кошельке. И мы пойдем с вами на обучающих вебинарах по очереди. В прошлый раз мы рассматривали биткоин кэш, а параллельно будем рассматривать и какую-то матчасть. Потому что это все-таки для новичков вебинары, чтобы было понятно. В этот раз мы будем рассматривать форк биткоина, биткоин кэш и параллельные понятия вместе с ним. Это вообще что такое форк, понятие сегвита, понятие как вообще формируется, генерируется биткоин адрес, как проходят транзакции, как они попадают в блокчейн. И, соответственно, если мы говорим о монете, о форке биткоин кэш, то какие силы стоят, какая внутренняя ценность монеты с точки зрения инвесторского мышления. И поговорим о перспективах. Итак, да, еще я забыла сказать. Вот в прошлый раз после вебинара был раздел «Вопросы-ответы». Поскольку идет связь с задержкой, и некоторые вопросы я не успела проскролить, я на них не ответила. Чтобы такое больше не повторилось, в нашем чате в вебинарной комнате я разместила ссылку. Это для экономии моего времени и вашего, для мониторинга ваших интересов. Пожалуйста, кто хочет, можете заполнить гугл-форму и предложить темы или вопросы, которые вас наиболее интересуют. Я обязательно их включу в свои лекции, и мы на них остановимся поподробнее. Если это будет обширная тема, значит, выделим отдельное время для рассмотрения. Итак, поехали. Биткоин кэш как форк биткоина. Значит, на прошлой с вами встрече мы говорили о биткоине. Давайте я напомню для тех, кто не был. Биткоин – это в одно и то же время и цифровая валюта, и платежная система. Цифровая валюта – это как средство платежа, валюта устойчивая к инфляции и имеющая под собой децентрализацию. А с другой стороны, это и платежная система, основанная на блокчейне. То есть она децентрализована, полностью прозрачно, защищена криптографией так, что мы видим все транзакции, но мы ничего не можем изменить в истории блокчейна. То есть это глобальная сеть обработки транзакций и распределенная база данных, основанная на цепочке блоков, которая называется блокчейн. Это цепочка блоков, блоки связаны друг с другом, хэш-функции. Вот когда появился только биткоин, пользователей было мало. И транзакции проходили моментом. И зачастую они были даже бесплатные. Мы это разберем, почему они были бесплатные. Ну, майнерам было выгодно набивать блоки транзакциями, потому что они за это получают вознаграждение, и им было выгодно выбрасывать эти блоки в цепь. Поэтому все проходило быстро. Со временем, и вопрос очень остро поднялся летом, ну, точнее, летом, а к лету 2017 года, вот он назрел там, таким образом, что вообще транзакции висели, очень долго шли, и очень были высокие комиссии, и в связи с этим бизнес стал отказываться от биткоина как средство платежа, то есть переходить на другие альтернативные переходения, потому что, ну, невозможно в розничной торговле, предположим, покупать за биткоин кофе и ждать, когда там дойдет этот биткоин, да, если он идет несколько дней. Но с точки зрения биткоина, как мы говорили о том, что его можно назвать цифровым золотом, он обладает всеми свойствами такими, чтобы называть его инвестиционным активом. Тем более предложение его ограничено, 21 миллион монет больше не будет, и по закону спроса и предложения, если спрос растет, это предложение у нас не эластично, то равновесная цена должна расти. Здесь есть, правда, нюансы определенные, здесь есть люди, которые держат очень-очень большое количество биткоинов, они могут влиять на цену, на рынок. Но в целом биткоин сейчас превращается из платежного средства вот в инвестиционный актив. И параллельно с этим биткоин из себя представляет такой полигон для тестирования новых технологий. В связи с тем, что есть проблемы у биткоина, проблемы масштабирования, проблемы анонимности, еще кое-какие, то есть он такой тяжелый, неповоротливый, да, то в связи с тем, что у него открытый исходный код, и любой желающий может во всем мире скачать и форкнуть его, да, то есть на основе этого кода доработать какие-то функции и сделать другую монету, альтернативную, или форк биткоина получится. Перейдем сейчас на следующий слайд. То есть любая цифровая валюта, которая использует в качестве своей основы программный код биткоина, называется форком, от английского слова «вилка». Форков бывает, ну, как бы, два вида. Я уже об этом тоже говорила. Есть форки с общей историей, а есть форки, которые просто сделали на основании этого кода. Вот как раз биткоин кэш – это форк с общей историей. Представьте себе какую-то карточную игру. Игроки играют, и вдруг какая-то часть команды говорит, «А давайте-ка мы правила изменим в этой игре». Остальная часть не поддерживает этих инициаторов. Они отделяются, но они же играли до определенного времени. У них накопились там какие-то очки, баллы. И вот они продолжают играть ровно с того места. Просто одни по старым правилам, а другие по новым. Вот биткоин кэш – что-то типа этого. То есть у него единая история с биткоином. А вот форки лайткоин, ну, и другие, которые мы будем рассматривать постепенно, они просто, у них нет общей истории, они имеют в себе какие-то дополнительные функции, доработанные. Форк – это технический термин, который используют программисты. А по сути, для простых людей, чтобы было понятно, это просто обновление. Есть софт-форк и хард-форк. Софт переводится как мягкий, хард – жесткий. Софт-форк можно сравнить с… Ну, и вообще форк можно сравнить с обновлением. Например, берете ваш смартфон. У вас там установлены какие-нибудь Яндекс.Карты, приложения. И видите, что у вас появилось уведомление обновить эти Яндекс.Карты. Если у вас не хватает места на смартфоне, или вы не хотите этим заниматься, вы можете проигнорировать и продолжать дальше ими пользоваться. Только вы пользоваться будете ими, да, этим старой версией, до определенного момента. Потом, когда вам потребуются новые функции, вы обновите. Это и есть софт-форк. А хард-форк предлагает жесткое обновление. То есть, пока вы не обновитесь, вы приложение не запустите. Вот по поводу софт-форка, с точки зрения биткоина, хочу сказать. То есть, правила поменялись. И при этом, для того, чтобы играть, исполнять новые правила, не нужно, чтобы все узлы, все ноды их приняли. Мне еще очень понравилось, я когда в интернете смотрела, хорошее объяснение. Вот, предположим, у нас какая-то компания, и мы ее, мы все там говорим на каком-то вологодском наречии. И часть людей говорит, а давайте мы все на русский перейдем. Уже все все равно друг друга поймем. Вот то же самое. То есть, и с софт-форком всегда можно вернуться к старой версии. Это же программное обеспечение. А если бак, а если обновление не примет сообщество, всегда есть возврат к старой версии. В хард-форке такого нет. В хард-форке он делит на вилку. Правила поменялись и требуют обязательного обновления. Здесь показано на птинке. Появляется новая ветка. Что и произошло, собственно, 1 августа 2017 года, когда от биткоина отделилась еще одна ветка, появился биткоин кэш. Чтобы вам объяснить, что произошло, и какие были, собственно, позиции сторон, давайте чуть-чуть поговорим по техническим моментам. Вот смотрите, вы хотите начать пользоваться биткоином. Вам нужно для этого, для того, чтобы купить биткоин, вам нужно просто иметь кошелек. Для кошелька вы генерируете биткоин-адрес. Отличия помните, что вы можете сгенерировать их хоть миллион, хоть миллиард. Генерируете биткоин-адрес, и это значит, что при генерации генерируется сразу ключевая пара, так называемая. Очень хороший пример с навесным замком и двумя замочными скважинами. То есть у вас при генерации адреса генерируется пара из приватного ключа и публичного ключа. Причем генерируется случайно методом случайных чисел приватный ключ, это случайное натуральное число, и к нему математической функции, определенной формулой, подбирается публичный ключ. Он хэшируется, шифруется, и в итоге мы видим то, что мы видим, когда мы называем это биткоин-адресом. То есть по сути это захэшированный, зашифрованный публичный биткоин-ключ. Вот на этой картинке нарисована замок с двумя замочными скважинами. Левая часть – это ваш как бы приватный ключ, правая – публичный. Левая часть, она открывает весь замок. А правая часть, она запирает и открыть не может. Вот смотрите на примере, если мне, например, Иван хочет отправить один биткоин. Что получается? Предположим, что это не биткоин, а это некое секретное послание. Иван имеет сундук, имеет послание, кладет послание в сундук и хочет его закрыть, и навесит на него этот наш навесной замок. Он мне говорит, Иван, дай мне замок, мне нужно закрыть сундук и тебе его отправить. Я приватный ключ, сохранен у меня, я ему никому не даю. Я отдаю Ивану навесной замок с ключом, чтобы он его закрыл, с правым ключом, публичным. То есть я передаю ему биткоин-адрес. Он кладет туда письмо, закрывает на замок, закрывает моим публичным ключом это послание, и уже никто, ни он, никто, либо другой этим же ключом открыть этот замок не могут. Таким образом, происходит надежная доставка средств к адресату. Когда ко мне приходит этот сундук, я своим приватным уже ключом, через левую как будто скважину, открываю этот замок и достаю послание, то есть принимаю деньги. Еще очень важный момент. Вот на картинке я написала, что как будто Иван и Марья мне перевели деньги. Один биткоин и пять биткоинов. Это входящая операция. Они по сути не перевели мне никакие деньги. Они мне передали право на владение этими деньгами, потому что по сути они являются бенефициарами этих денег. Они передали мне права. Поэтому важно понимать, что я не могу записать, как принято это в бухгалтерии, пришло один биткоин, пришел пять и итого шесть биткоинов. Блокчейн такого не понимает. Там есть просто перечень транзакций. Вот внизу на слайде я показала, как выглядит входящая операция. То есть не считает ничего внутри, не подсчитывает баланс блокчейн. Это нужно понимать. Если я хочу, я в итоге сама считаю свой баланс и понимаю, у меня шесть биткоинов. И я хочу четыре биткоина Пете переслать. То есть передать Пете свои права на эти монеты. Я беру хэш той транзакции от Ивана, монеты, которую он мне перевел, и подтверждаю, что я могу использовать эти деньги. Потому что теперь я бенефициар. И подписывая транзакцию своим приватным ключом, я именно это и делаю. Значит, у нас есть входящие вот эти шесть биткоинов. И теперь в выходящих операциях у нас тоже должна быть цифра 6. Они должны быть равны. Четыре биткоина я отправляю Пете. Часть биткоинов, маленькую часть, уходят на комиссию майнеров. И себе я отправляю как бы обратно сдачу. Вот так это выглядит. При этом Пете, когда я отправляю, Пете точно так же мне передает свой биткоин адрес, то есть как бы публичный ключ, да? Ну и происходит аналогичная ситуация. И так далее по цепочке. Здесь на этом слайде, кстати, я указала, как выглядит и исходящая операция. Для чего я это так подробно рассказываю. Сейчас поймете, в следующем слайде значит будет. Когда транзакции ушли, например, от меня к Пете, эта транзакция не попадает напрямую сразу к нему, а она попадает как бы в такой бассейн из транзакций. Называется Memory Pool. В этом бассейне, вот на картинке отлично показано, ведро, ведро это блок. Блок имеет ограниченный размер, в данном случае 1 мегабайт. Чтобы транзакция подтвердилась, майнер выцепляет транзакцию, смотрит по комиссии, самые жирные комиссии. Он себе, ну, как бы сначала отбирает транзакции по высоким комиссиям, да? Он себе отбирает эти транзакции, заполняет ими блоки. Ну и, соответственно, когда он заполнит блок, вставляет его в блокчейн, он получает вознаграждение. И вот смотрите, структура блока. Что ж я перескочила? У меня должна была быть структура транзакции. Подождите, я сейчас попробую вернуться. Я хочу вам показать. Это важно, что касается сельвета. Нет, не перескочила, значит, дальше будет. Ладно. Транзакция попадает в блок. На картинке вы видите, что все блоки связаны хэш-функцией друг с другом. Значит, блок состоит из заголовок, версия блока, вот этот хэш предыдущего блока, корень меркла – это такое хэшированное значение, которое состоит из структуры предыдущих данных транзакций, зашифрованного в одном значении метки времени. Цель – одноразовый код. Это для, я так понимаю, чтобы… Ну, как бы все сверяются, как для сверки, чтобы не было ошибок. Если этот код у всех все видят одинаково, значит, и внутри блока нету сбоев. Счетчик транзакций и список транзакций. И зачем майнерам, кстати, добывать эти блоки, да? Интересно. Мне многие задают этот вопрос, почему первоначально 50 блоков, вот я говорила, было добыто, а сейчас 12,5. Дело в том, что каждые 210 тысяч блоков уменьшают вознаграждение в два раза. Первый блок был добыт Сатоши Накамото в январе 2009 года. Да, отсчитываем 4 года. Вот эти 4 года примерно, да, добывалось 210 тысяч блоков. Потом в половину добывалось 25 блоков, да? Теперь добывается 12,5 блоков. Ну и после 2020 года будет добываться половина уже от этой суммы. Так как раньше майнерам было выгодно любыми транзакциями наполнять свои блоки, да, чтобы они получали вознаграждение, поэтому и транзакции были маленькие. А сейчас все-таки происходит до сих пор этот момент, когда, ну, по поводу транзакций я скажу чуть позже, но вообще произошло определенное событие. Напомните мне, может быть, в вопросе, сейчас снизились комиссии значительно, но еще два дня назад они были очень высокие. Хотя скорость до сих пор еще оставляет желать лучшему. Так вот, да, на этом слайде показано, что, вот я уже говорила, да, раньше были мгновенные, мгновенная скорость, бесплатные транзакции с ростом популярности. Видите, многие это блоки ограничены, вот ведро, оно ограничено, оно переполняется, да, ничего с этим сделать нельзя. Поэтому, чтобы вашей транзакции попасть поскорее вот в это ведро, в блок, вам нужно заинтересовать майнера в большей комиссии. И это скрин я сделала два дня назад на блокчейн-инфо. Вот, пожалуйста, мы видим, 41 387 неподтвержденных транзакций висело на тот момент. То есть, сеть блокчейн до сих пор переполнена. Но, если присмотреться, транзакции в секунду проходят 1856. Мало. Значит, по цифрам. Каждый блок содержит конечное количество транзакций, потому что размер его 1 мегабайт. Или, получается, миллион байт. Средняя транзакция 500 мегабайт. То есть, мы вычисляем, что блок вмещает в себя 2000 транзакций. Примерно, в среднем. Блоки также создаются в среднем за 10 минут. Я уже говорила, они создаются по-разному, но система так выравнивает, что будем считать, что каждые 10 минут создаются в блок. Поэтому за час вы подтвердите только 6 блоков. Это 12 тысяч транзакций в час. Или в секунду 20 транзакций. Ну, вот мы видели 1856, да, что примерно одинаково. Виза, для сравнения, пропускает через себя 2000 транзакций в секунду легко. А при пиковой нагрузке, ну, не при пиковой, а при определенных там, в общем, она способна до 4000 транзакций пропускать. Конечно, для бизнеса это маленькое количество, если мы про биткоин говорим. Итак, значит, когда вы отправляете транзакцию кому-то, она попадает сначала в memory pool, потом мы ждем подтверждения, 3 подтверждения или лучше 6. Что это значит? Эти подтверждения означают то, что майнеры подтверждают, подходит ли ваша комиссия им, да, и влезет ли ваша транзакция в этот блок. И после только подтверждения она добавляется. Когда пиковая нагрузка, то транзакции как бы в очередь становятся, и они не помещаются в блоке. А у этого бассейна, у memory pool тоже ограниченный объем, поэтому вашу транзакцию могут выдавить, она прилетит к вам обратно деньга на кошелек, на ваш адрес. Но некоторые кошельки автоматически ее обратно в memory pool отправляют. Это вот к вопросам о задержках. И вот в связи с такой ситуацией в биткоине проблема на самом деле не нова. Она еще с 2010 года длилась, и Сатушина кому-то писал на форумах, что такая проблема может быть. Но в любом случае к лету 2017 года явно сформировалось два лагеря. Первый лагерь, это за ним стоят огромные майнерские пулы, им большие бизнес-интересы. А второй лагерь, это лагерь, собственно, от разработчиков. За лагерем, который представляют майнерские пулы, он называется Bitcoin Unlimited. В переводе они были за то, чтобы решить проблему масштабируемости биткоина, нужно увеличить размер блока. Если увеличится размер блока, то проблема решится. Но на самом деле она так легко не решится. Во-вторых, понятен их подход. Чем больше блок, тем доход майнеров выше. Второй лагерь, который представляли разработчики, Bitcoin Core, они говорили так. Блоки-то больше, а для этого и мощность нужна, соответственно. Поэтому получается, что мелкие майнеры вытесняются более крупными. Эти крупные пулы, они, собственно, превращаются в такие... Ну, это огромные мощности, это большие деньги, да. Это получается, как бы, уже и блокчейн не децентрализован, а централизован. То есть, вся идея биткоина рушится под этим. Поэтому они отстаивали не менять правила биткоина, не увеличивать размер, а другие пути искать. Компромисс. Очень долго спорили, не могли прийти к решению. Компромисс вроде как нашли. Найден был. То есть, увеличить все-таки блок до 2 мегабайт, но и применить Сегвит. Сегвит я сейчас на следующем слайде покажу, что за картинка. То есть, вне блокчейна хранить часть данных от транзакции. Сейчас посмотрим. Что-то не узнаю я свою презентацию. Мне хочется, чтобы там был другой порядок картинок. Что произошло в итоге? Вот почему образовался вот этот вот хардфорк. Думаю, что экс-инженер Facebook Амари Сечет на самом деле не он возглавил, но по официальным данным как бы он возглавил вот этот вот блок, который отсоединился, который повел за собой представителей майнерских пулов. Биткоин Unlimited. А второй лагерь, который был, он остался прежним. Что, собственно, произошло? На табличке я вам написала, что разработчики не хотели до последнего менять код биткоина. А изменяя размер блока до 8 мегабайт, это значит, это однозначно хардфорк. То есть, это однозначно изменение кода и уход от децентрализации. Что предложили разработчики? Они предложили такой вариант. Питер Велли предложил вообще умницей Пайли. Он предложил внедрить Segregated Witness, так называемый отделенный свидетель или Segwit. То есть, это софтфорк. Это просто обновление такое, которое исправляет множество ошибок и решает вопрос масштабирования биткоина через сеть молнии, через Lightning. Об этом тоже позже поговорим. Ну вот представьте себе дом я нарисовала. Это наш блок размером 1 мегабайт. У нас накопилось много хлама в этом доме. И мы можем по двум вариантам пойти. Мы можем еще один дом построить, а можем сарайчик к дому пристроить и туда лишнее что-то складывать. Это и дешевле, и проще. И нет кардинального решения. Вот, собственно, Segwit в этом и заключается. То есть, когда мы рассматривали транзакции, в транзакциях есть, ну там тоже есть заголовок, там-тарам-пам-пам, и там есть данные о входящих операциях и данные о исходящих операциях. Так вот этот блок данных о входящих операциях, он занимает 65% пространства транзакции. Почему? Потому что там есть подписи. Но это то же самое, как вот, знаете, ходим, там, метры, кэшнкэри, и там дают не чек маленький, а такие полотна, листы, что мы там купили. Вот представьте, если мы эти листы будем складывать и в кошелек класть, складывать и в кошелек класть. Ну, много места будет занимать эта бумага. Ее можно вынести куда-то, в кармашек положить рядом, да, и не перемешивать с деньгами. Тот же самый принцип. Вот этот Питер Вэлли предложил просто вынести вот эти подписи как бы вниз, вне блокчейна, сделать, ну, через хэш-функцию. Таким образом, это решило бы, частично, правда, но решило бы проблему. Вот картинку Питера Вэлли я вам показываю. То есть очень талантливый молодой человек. Питер Вэлли, он сооснователь компании, которая финансировала проекты, связанные с биткоином. Вот. А второй лагерь... Я не перескочила, сейчас посмотрим, нет, не перескочила. А второй лагерь, это Bitcoin Unlimited. Они, видите, как на картинке, я все-таки показала эту вилку. То есть они были... Ну, они не согласились с этим компромиссом. То есть вот этот компромисс, когда тоже можно было сделать hard fork, но СЕГД-2Х, они с ним почему-то не согласились и все равно пошли по пути отделения, ну, отдельной ветки, следуя свои политические интересы. Если мы вот этого Ама Ресетчета будем гуглить и от него что-то узнавать, постоянно параллельно с ним идет фотография Руджера Вера. Знаете, кто это такой? Это человек, он называет усусом биткоина, сейчас его теперь уже называют антихристом биткоина. Это, собственно, человек, который заинтересован был больше всех вот в этой вот процедуре. Вернемся к лагерю от разработчиков. Видите, здесь фотография вот этого Питера Вэлли. Что здесь хочу сказать? Просто все считают, что вот биткоин, открытый программный проект с открытым исходным кодом, где каждый может просматривать код, вносить изменения, но мало кто задумывается, что лишь малая группа людей может утверждать эти значения и запускать их в реализацию. Вот Segwit, вот это вот решение, которое придумал Питер Вэлли, представлен командой Bitcoin Core, которая отвечала за поддержание обновления протокола с момента его начала. Эта компания состоит из нескольких разработчиков и нескольких участников сети и финансируется вот этой компанией Blockstream. Возглавляет, кстати, эту компанию. Вообще, ну просто тоже в криптографии гениальный человек. Вот, очень я обожаю всех. В общем, большие молодцы. Этот Blockstream, кстати, стал таким неким козлом отпущения уже с этой всей истории, связанной с Segwit. Почему он стал козлом отпущения? Потому что за Bitcoin Unlimited стоят очень богатые, известные люди, такие как Роджер Вер. Они продвигают свое направление очень активно. А Bitcoin Core не спешит рисковать, не спешит что-то менять, несмотря на, казалось бы, убедительные доводы. которые не спешит менять код биткоина. И они понимают все прекрасно, что есть проблемы масштабируемости, но пытаются найти другие варианты. Дело в том, что... Даже написала вам, вот то, что биткоин демократический, это он только по описанию такой демократический. На самом деле, когда идет вот еще одна проблема биткоина, кроме масштабируемости, вот этой приватности, да, проблема governance. То есть, когда наступает время принятия решений, нет такой системы, чтобы были представители какие-то, избранные куда-то, да, и они бы там решали. Нет, там решают все участники. Майнеры, участники сети, занимающиеся процессингом транзакций, биржи. И поэтому это и дар, и проклятие. То есть, с одной стороны, за счет этого биткоин – это самое неуязвимое средство накопления, с другой стороны, это настолько затрудняет вносить изменения, что вот он вот такой вот неповоротливый. При этом, второй лагерь, который финансируется Роджером Вером. Очень активно шла тогда пропаганда. Роджер Вер – это человек, который, как по официальным данным, в 2011 году, когда биткоин стоил 1 доллар, он купил очень-очень много биткоинов, сделал таким образом себе состояние. Говорят, что у него 300 тысяч этих биткоинов. Ну, тут можно весь мир купить, наверное, на эти деньги. Вот, он инвестирует в различные стартапы, в большие компании, блокчейн-инфу, битпэй, кракен, там, и в другие компании, в альтернативные монеты. Его называли, действительно, вот, до лета 17-го года, его называли Иисусом Биткоина. Но как только он сейчас отделил форком монету биткоин-кэш, и он везде, на каждом углу говорит, что биткоин-кэш настоящий биткоин, а не биткоин оригинальный, то уже сообщество его... Ну, это американцы, мне, может быть, не очень нравятся такие определения, но, тем не менее, они называют его антихристом биткоина. И известно точно, что Роджер Вер владеет майнинговыми пулами, причем эти пулы майнят и биткоин, и биткоин-кэш на данный момент. Что произошло 1 августа 17-го года, в 15-27 по московскому времени? На тот момент и у биткоина, и у биткоин-кэша последний блок, который у них был один общий на двоих, это блок номер 478-558. Дальше прошли сутки, и было зафиксировано, что 2 августа было добыто уже 11 блоков у биткоин-кэша. При этом надо отдать должное и сказать, что все-таки позже, в конце августа, 24-го числа, все-таки был активирован, активизирован сегвит у оригинального биткоина. Биткоин-кэш, что интересно, почему он состоялся? Потому что поддержал его в самый последний момент очень молодой майнинговый пул, который появился ему меньше года, и он поддержал его, и поэтому этот харфор сохранился. И в данных, представленным сайтом bitcoin.com, на 3 августа биткоин-кэш майнили три пула. Малую часть, 3% занимал вот этот вот пул, который принадлежит Роджеру Виару, bitcoin.com. Виа-Би-Ти-Си занимает часть около 20%, и остальные 78% майнил какой-то неизвестный пул, потом пошла информация, что неизвестен, он находится в Гонконге, в каком-то там торговом центре, и даже для рекламы этого центра вот он майнил, сначала этот биткоин-кэш, а потом он, правда, переключился обратно на биткоин. Там такая большая игра, что, знаете, непонятно. Одно понятно, что это политическое решение, и вот смотрите, еще в чем нужно понимать. Официальный сайт у биткоин-кэш это bitcoin-кэш.org, а Роджер Виар еще к тому же владеет сайтом bitcoin.com, где тоже активно продвигает биткоин-кэш. То есть биткоин-ком, он не про биткоин, он тоже про биткоин-кэш. При этом Роджер Виар, он сам американец, живет он в Японии, штаб-квартира у него в Японии. Это так, на всякий случай, чтобы вы знали, когда будете новости читать. Какие перспективы? В интервью многочисленных своих биткоин, ой, биткоин, Роджер Виар говорит о том, что в долгосрочной перспективе он считает, что биткоин-кэш догонит и перегонит биткоин. Именно потому, что у биткоина очень медленная скорость, очень высокие транзакции, они совершенно не подходят бизнесу, и поэтому биткоин постепенно будет терять свои позиции, а биткоин-кэш тут как тут. Но дело в том, что специально я привожу цифры по капитализации, даже несмотря на то, что биткоин-кэш опережает по скорости сейчас биткоин, во-первых, не забываем, что это централизованная монета, для тех, кому это важно, во-вторых, капитализация все-таки биткоина 173 миллиарда при курсе 10 тысяч долларов за монету, капитализация биткоин-кэша 25 миллиардов при курсе полторы тысячи долларов за монету. То есть, сколько должно времени пройти, чтобы биткоин-кэш догнал и перегнал биткоин, неизвестно. Причем, Роджер Вер, он говорит о том, что да, биткоин сейчас занимает, он признает это лидирующие позиции, возможно, это время потребуется много времени, десятилетия, но, тем не менее, он в это верит и он при любом удобном случае говорит о том, что биткоин настоящий, это не биткоин оригинальный, а биткоин-кэш, ну, не очень такая красивая позиция, на мой взгляд. Значит, давайте еще раз подведем как бы итог. Разработчики биткоина прекрасно понимают, что возрастающая нагрузка на сеть требует от них пересмотра текущих алгоритмов функционирования и внесения в них изменений. Иначе долгое время ожидания подтверждения транзакции, высокие комиссии, скорость низкая, сделают малопривлекательной для обычного пользователя, ну, для бизнеса, естественно. И это решение, дело в том, что, которое они предложили по поводу Сегвита, вот, софорка, оно не идеально. Почему? Потому что это же приложение, там могут быть баги. Это решение, это, ну, технический кредит по сути. То есть, может что-то не получится, да, все равно все это прекрасно понимают, там сложности очень много. Но они отстаивают главное, они отстаивают идею самого биткоина, а его идея в децентрализации и в том, что все-таки майнеры, они предполагаются в этой сети как обслуживающее звено, но не как хозяева сети. Что касается Роджера Вера, вот, интересно, да, такие два момента. Роджер Вер был за увеличение размера блока. Но если посмотреть, что показывает блок Explorer, то биткоин кэш заполнен менее, чем на 10%. Это первое. Второе интересный момент, когда цена биткоина упала, цена биткоин кэша возросла. Одновременно произошла очень сильная массированная атака на блокчейн биткоина. то есть, такие вот моменты, которые заставляют задумываться. Потом, опять-таки, а что Роджеру Веру, если вот он делает акцент только лишь на малой скорости и высоких комиссиях, почему он не поддержал Segwit? Тоже непонятно. Ну, точнее, понятно, потому что он владелец майнинговых пулов, и он бизнесмен, и за этим стоят большие деньги. То есть, позиция Роджера Веры и биткоин кэша, как его детище, это централизованный биткоин, который ничем не отличается от банковской сферы, но только там объемы такие, что проблема приватности и анонимности даже не обсуждается в ней. Такие дела. Поэтому с точки зрения коммерческой привлекательности, нужно смотреть на его активность. Вот смотрите, я вот так вот их называю родственники Роджера Вера. Вот молодой человек, он основатель биржи, вот этого пула Виа, BTC, Ян Хайпа, он заявляет, биткоин кэш, это и есть биткоин. Вот все приверженцы, сторонники Роджера Вера, они вот именно такой фразы, как слоганом говорят, биткоин кэш, это и есть биткоин. Сейчас Хайпа работает над проектом коины с криптовалютной биржи, которая будет позволять торговать цифровые валюты в паре только с биткоин кэшем, без оригинального биткоина. В заключении, чтобы закончить с Роджером Вером, я привожу его цитату. Он говорит, он говорит это не единожды, он вообще во многих интервью говорит вот такую фразу, я делаю все, сделаю все возможное, чтобы использовать bitcoin.com, чтобы рассказать миру о том, что биткоин-кор больше не биткоин, описанный на исходном сайте bitcoin.org или в белой книге Сатоши. Биткоин кэш это биткоин. Почему я говорю изначально про не форк, а форки? Биткоин кэш состоялся 1 августа, а потом пошла цепочка форков биткоина. был и bitcoin gold, и bitcoin diamond, которые сейчас торгуются на биржах, я знаю, некоторые их покупают, и так далее. Посмотрите, просто нет такого ресурса, который бы в себе имел листинг всех этих хардфорков биткоина. Вот недавно был биткоин 24 января, биткоин атом. Если вам интересно, я для себя выписываю, какие были биткоины, но может быть, я даже тоже что-то пропустила. Вот, пожалуйста, 25-10, bitcoin gold, 24-11, bitcoin diamond, 12-12, super bitcoin, united bitcoin, bitcoin hot, 23 декабря, lightning, это lightning, вообще network, это тема, на которой стоит остановиться. Это как раз благодаря segwit, вот этому хэш-функции, от того, что они отделили часть данных, убрали из транзакции, появилась идея использовать так называемую сеть молний, то есть, так называется lightning network, и вот, помните, я вам говорила напомнить, что произошло, почему сейчас 30 января снизились все-таки комиссии в биткоине, дело в том, что coinbase, они активизировали segwit, во-первых, а во-вторых, часть очень мелких транзакций ушла в lightning network, поэтому блокчейн биткоина освободился и прекратился вот этот вот спам мелкими транзакциями сеть, посмотрим сейчас, как это на скорости отразится, надеюсь, что отразится, потому что идея lightning, это как раз моментальные платежи, единственное, там есть свои нюансы, там ограниченная сумма платежа, потом там определенная сумма замораживается в платежных каналах, и с недостатком является то, что вы отправляете с одного адреса, ну, то есть, это как бы получается минус в приватности, да, но большой плюс по моментальной скорости и по очень низким комиссиям, потому что они идут вне блокчейна биткоина, ну, то есть, это сегвит, он дал дальше как толчок для следующих разработок, поэтому, по сути, lightning bitcoin, ну, вот, интересен нам. Среди всех этих форков было очень много и ерунды всякой, в том числе, вот, корейский подросток с биткоин платином решил заработать 5 миллионов вон, и сделал форк биткоин платином, который, по сути, являлся мошеннической схемой. Какие вообще причины уже не технические, да, того, что появляются форки? Ну, во-первых, ну, самая первая причина это идейная причина, если вы сторонник форка, вы действительно считаете, что этот форк, он лучше, чем оригинальная монета. Вторая причина это власть, ну, управление, потому что форк, он может повлиять на комьюнити по принятию там решений, консенсусов, и может влиять на цену биткоина. И доход, кому финансовый выгод, надо об этом говорить, потому что, во-первых, держатель новых монет, он может получить прибыль от форка. Вот все держатели биткоина, у кого были биткоины, помните, до 1 августа, все в итоге получили себе на кошельки, как бы на халяву, да начислили им биткоин кэши. Эти монеты котируются, и получается, мы деньги получили как бы вот из воздуха. Но тут надо не забывать, это вот блокчейн-инфо внедрил кошелек биткоин кэш, и вот, в общем-то, ничего не требовали, не запрашивали, а нам их дали. Но так не всегда происходит. Иногда бывает так, что нужно проявить инициативу и дать свои данные определенные для получения форка, а при этом может сложиться такая ситуация, что вы потеряете свои оригинальные биткоины с кошелька. То есть, с этим надо быть аккуратным. Либо переводить их как бы на другой кошелек, на другой адрес. И в итоге в проведении форков заинтересованы в первую очередь майнеры, потом спекулянтам, которым нужен инструмент с большой ликвидностью, потом в связи, например, с запретом ICO в Китае делались форки для того, чтобы обойти де юре этот закон. И как маркетинговый ход. Ну и как мошенничество. В общем-то я закончила свою презентацию. Она была, наверное, для некоторых сложновата. Много было технических моментов. Следующая будет интереснее. В следующий раз поговорим про эфириум. Ваши вопросы жду, задавайте. Хорошо, нет вопросов. Пожалуйста, я рада. Если появится, то можете просто заполнить форму Google. Да, спасибо. Интересно было, да? Вы мне напишите, вот мне здесь очень интересно узнать, вам нужны такие подробности технические или вам это не надо, вам говорить кратко. Просто если кого-то видите, интересуют все моменты, хотят разобраться в этом, в принципе, я могу с такими подробностями проводить, может быть, какие-то отдельные встречи. надолго ли продлиться коррекция биткоина? Дело в том, что сейчас эта коррекция связана с тем, что на рынок вышли акулы. Уолл-стрит вышел на рынок, да, и они не согласны заходить на этот рынок по высокой цене. Ну, не согласны они, они, как и любые бизнесмены, хотят купить подешевле, продать подороже. Поэтому идет передел рынка, и поэтому надо просто подождать. Связано это также и в некоторой степени с тем, что с фьючерсами на биткоин, да, там надо было смотреть даты по закрытию фьючерсов, но посмотрите самостоятельно информацию по поводу фьючерсов, все-таки, кто их проводит. Наверное, там работают целые команды аналитиков, и не зря они это делают. Должен наступить момент, во-первых, смотрите, тут сильные новости есть, регуляторы Китая и Кореи, китайский Новый год, который, по сути, не закончился, у них только, даже он и не начался, он 18 февраля у них начинается, за две недели они, да, начинают покупать подарки, то есть они вывели многие деньги, как бы, для покупки подарков, 21 или 23 февраля они выходят на работу, а 2 марта только заканчивается Новый год, но это из такого глобального рынка пользователей криптовалюты, плюс фьючерсы на биткоин, плюс еще там очень много всяких разных новостей, в основном связанных с регуляцией, поэтому надо подождать, думаю, что март-апрель там должно уже пойти возвышающийся тренд, покупать ли сейчас биткоин? я думаю, мое личное мнение, мое мнение субъективное, пожалуйста, имейте ввиду, что любые инвестиции это риски, за свои деньги вы сами отвечаете, но я рассуждаю для себя так, в портфеле инвестора должны быть базовые монеты, базовыми монетами у нас являются биткоин и эфириум, часть портфеля может заполниться альткоинами, альтернативными, смотрите на монеты, которые несут в себе технологическую составляющую, которые интересны, которые несут инновационную идею, для мелких инвесторов, у кого нет больших возможностей, ищите монеты дешевые, которые стоят возможно меньше доллара, но которые только вышли или недооценены, смотрите какая компания стоит за ними, инвесторы, какая группа программистов, и если они предлагают инновационное решение, стоит купить такие монеты, подождать, потому что в будущем, как бы на долгосрок они могут выстрелить и сделать иксы. У Вирекса, кстати, давайте поблагодарим эту компанию за то, что они предоставляют возможность нам с вами общаться, это очень хорошая компания, у них сильная команда специалистов, и очень хорошая подборка по монетам. Если вы партнер Вирекса, у вас есть аккаунт, вы можете посмотреть не только то, что есть на сегодня, вот эти фиатные кошелечки и 15 криптовалютных, а если вы войдете во вкладку проекты и проскролите ниже, там вы увидите те кошельки, которые сейчас находятся в разработке, там прекрасная подборка, ориентируйтесь на эти монеты, их покупайте. токены Вейвс, это токены Саши Иванова, посмотрите новости, говорят, что они будут стоить в цене так же, как эфириум сегодняшний, это платформа, которая позволяет выходить на рынок новым асетом, то есть Вейвс перспективный, и Стратис, и Стеллар, и Ада, Кардана, это прекрасная монета, обратите на нее внимание тоже, но вообще все, что перечислено в Ираксе, это стоит нашего внимания, будем рассматривать все монеты по очереди. Так, ну хорошо, вопросы закончились, я надеюсь, я ответила. Спасибо вам, друзья, увидимся в следующий раз, в следующий четверг, в 20 часов по Москве, будет анонс, как обычно, и будет запись вебинара. Запись и в официальной группе ВКонтакте Вирекса, и на моих личных страничках и каналах вы ее увидите. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...